Так высоко переспонденты Мира Белагури еще не забирались каждый раз. Волнительно, несмотря на то, что это мой 16-й прыжок. До встречи на земле! К этому дню воспитанники областного военно-патриотического объединения поколения готовились долгих три месяца. Правила поведения в воздухе доведены до автоматизма. Высота не прощает ошибок. Переживаем мы в основном, как всегда, за то, чтобы они нормально приземлились, потому что это самое ответственное. Уйти за борт – это подвиг, а приземлиться без потерь – это уже умение. На аэродроме Белгородского авиационного спортклуба «Автомаровки» последние приготовления. По традиции, первыми новый сезон открывают курсанты губкинских ВПК. Совершить свой первый в жизни шаг в пустоту предстоит 24 парашютистам. Парашютисты должны быть в целом здоровы, не должно быть хронических заболеваний. Также должно быть соответствие роста и веса, чтобы не было лишних килограммов у человека. Минуты напряженного ожидания кажутся вечностью. Волнение невозможно скрыть даже мне, бывшему десантнику. К тому же в этот раз я выпрыгиваю первым. Высота 800 метров, скорость самолета 140 километров в час. Борт приближается к точке выброса. Именно в этот момент дыхание замирает. «Пошел! Пошел! Пошел!» «Городкий комментарий говорит некогда. Все классно, купол раскрылся». «Скорость снижения порядка пяти метров в секунду. Но если все делать правильно, после приземления останутся только яркие воспоминания о скольжении по небесной глади. «Классно приземлился! Мягенько, четенько, все по инструкции, ножки вместе. Самое важное после приземления – это вовремя погасить купол, иначе вот эти 83 квадратных метра будут таскать тебя по всему полю, вплоть до того, что никто даже не сможет остановить. Супер!» «Все позади. Укладываем парашют в сумку по боевому и на базу. Как правило, именно первый прыжок становится незабываемым». «Когда прыгаешь, ты не понимаешь, где ты вообще летишь, а потом, когда уже основной купол раскрывается, уже не так страшно и на самом деле красиво очень». «О чем успела подумать за вот эту минуту?» «Ни о чем. Я даже забыла, как я прыгала». «Ты летишь, собираешься силами, и если тебя выталкивают, это еще круче и лучше, потому что ты испытываешь наибольший адреналин, и это очень классно просто». «Нерушимая традиция после прыжков – посвящение парашютисты за Паской. К счастью, в этот день она никому не пригодилась, а заслуженный берет и тельник будет напоминать о первом подвиге». «Открыть небо» дети смогли благодаря помощи фонда поколения депутата Госдумы Андрея Скотча. Уже 20 лет он берет на себя все расходы ВПО. Так, уже 20 июля губкинских курсантов ждут 10-дневные учения в военно-полевом лагере вдали от цивилизации. Александр Сашнев, Сергей Олегвер. «Такой день на мире Белогория».